приветствую вас в любви и свете единого творца вот тема религиозной одежды в москве в россии и поднимал я писал письмо собянину и мне оттуда пришло такое вот пережеванное зализанное обращение или ответ что вот у нас там все вот так вот такое у нас общество такое вот мы не можем никому приказывать выражение религиозных своих убеждений это типа свобода человека вот я сделал фотографию нашем районе вот значит такие вот ходят в шлепанцах черные одежды хиджабы и даже никабы никабы как паранжа даже в этих стали ходить в центре нашей столицы я хочу зачитать письмо сайта с канала юрий подоляки а перед этим скажу что у меня свое время возникла мысль посмотреть а что с этим в тех странах откуда эти люди приезжают в таджикистане туркменистане узбекистане кыргызстане казахстане я понял что там с этим понимая к чему это может привести борется и там запреты конкретные запреты саджикистане нельзя носить бороду нельзя носить хиджабы религиозная одежда запрещена также и в узбекистане также вот этих станах там все это запрещено но у нас можно и эту мысль я этому кот мюс не помню фамилия но вот из комсомольской правды да я ему в эфире задал этот вопрос то есть сказал эту информацию так задумался потом видимо это но это озвучил и вот как-то пошло может быть я дал подку такую подачу ну неважно это кто кто дал но тем не менее эта тема сейчас поднялась и вот пишут люди это уже очередное письмо на канале юрия подоляки который пишет с северного казахстана с северного кавказа из мусульманских регионов как-то все быстро изменилось я говорю что но вроде бы наше кгб точнее фсб они должны следить за мулами но как бы а кто там работает фсб ну те же самые значит жители да которые тоже в голове уже имеют наверное исламские эти мотивы следующее письмо на тему и таких пришло уже много люди очень рады что наконец-то обратили внимание на эту проблему добрый день юрий наконец-то наконец-то кто обратил внимание на эти без на это бесконтрольный исламизм не только в дагестане но и в каркабардино-балкарской республики карачаево-черкесии чеченской республики на ушите остальных республик нашей страны уже наша страна заражена вот этим я сам родом с баксана и прожил там 15 лет и помню как мы там жили прекрасно обратите на это слово но кстати я читаю то я имею родственников в кабардино-балкарии и был там и в детстве то есть я помню как какой был и нальчик и прохладные в советское время и вот совсем недавно то есть я может сказать подписываюсь под этими словами но потом пришли террористы и начали вербовать молодых ребят которые никто не захотел взять под контроль и куда-то направить их и завербовали в возрасте от 17 до 30 лет они уже становились имамами которые проповедовали исламизацию в районе кабардино-балкарской республики то есть вот пацаны выучили там каранда и уже они мама они уже учат остальных вот какая схема до 14 года в городах таких как нальчик баксан прохладный и майский мы могли видеть покрытым взрослых женщин за за пятьдесят это это были было покрытие только макушки головы также мужчины всю жизнь ходили в шортиках и бриджах с татушками пили и все остальное и вот спустя восемь лет 22 год я возвращаюсь домой и мягко сказать не получается охренел от увиденного 90 процентов покрыты полностью паранжой как мы говорим чупа-чупс и все мужчины с длинными бородами безуслов и ходящих в кондуре ну кондур не знаешь ну шапка на улице все пустые детей нет везде живут по каким-то исламским правилам всем абсолютно плевать на законы российской федерации если не делаешь намаз то тебя порицает и давят чтоб ты начал люди стали жить хуже пришли на свадьбу и там стол кто молится стол для старших мужчин кто молится и не молится также у женщин и молодых ребят они перестали танцевать на свадьбах и даже невозможно увидеть невесту с женихом одно разочарование что у нас было и что получили я как черкес очень обеспокоен мой народ прошел через много и язычество и столетняя война с российской империей приход христианство и потом ислама но у нас всегда был адг хаббез хабзе обычаи традиции я живу по ним и отдал долг нашей родине и не раз отдавал побывал на и свой меня за это упрекают земляки которые правда правда говоря сбежали в начале 22 года с фронта как крысы и над ними были суды и все отмазались тут тоже вот такой момент то есть судьи отмазали дезертиров ну это значит какие там действуют законы свои конечно но очень болеют за палестину то есть как бы за свою родину не болеет а за палестину дала почему ислам сожалению у нас стране проповедуют не ислам а мусульманизм исламизм какая разница какая разница исламизм или мусульманизм или ислам это все из корана все из иудеи правильно основа ислама это таурат и потом коран так основа христианства что тара или ветхий завет потом новый завет это иудаизм это тора пятикнижие моисея я очень боюсь за мой регион но больше боюсь за нашу страну если это все не остановить не вернут нормальное русло то спустя годы снова будем пожинать плоды как 2005 2010 годах из 20 домов соседских на улицах на улице в 9 домах были террористы которые убивали полицейских и взрывали гэс и били по школам и больницам да прибудет с нами бог и помолится за наших ребят на фронте вот как черкес он да черкес так вот этот бог он все это и устраивает ему этому выгодно это все его интересах вот как люди не понимают вот дело не даже не в одежде а что в голове что в голове тут у ины на одежде да то и на теле а в голове у этих женщин и мужчин бог тот же самый поэтому как да пребудет с нами бог он над вами вот этот божок который диктует вам вам и другим какие-то свои правила что вы соблюдали потом если вы не соблюдаете возникали бы какая-то ненависть какие-то там упреки грех который надо замаливать искуплять и так далее ну это ладно ну и конечно нам по любому придется выдержать сопротивление радикалов без этого уже никак а если испугаемся то еще одну войну с терроризм то еще одну войну в терроризм на получим вернее нам уже была объявлена и крокус тому пример а трусость на войне всегда приводит либо к поражению либо гораздо больше потерям ее затягивания запрет наношения в россии никабов и хиджабов должен быть введен как это делается нормальных исламских странах еще раз хочу чтобы вы все поняли правильно боятся что это вызовет какую-то там войну глупо она она нам уже объявлена наоборот решительность центра позволят здоровым силам от нее на нее опереться и побороть радикалов стремительно захватывающих умы российских мусульман даже не мусульман а людей потому что по москве ходят русские девушки хиджабах что у них голове аллах акбар кто им сказал мужчины вот и все это я поддерживаю этот пост юрий подоляки и еще раз обращаю внимание и руководство и москвы и россии что шуточки вот с этими течениями плохом приведут поспрашивайте у президентов станов татарстана туркменистан узбекистанов спросите у них почему у них запрещено и подумайте что вы делаете разрешая это все у нас всем хорошим